Турция и Таджик 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 Турция и 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 Турция В Европе куча своих проблем, а после Англии их стало еще больше. И поэтому вот эти политические просчеты, они становятся экономическими. Денег нет. Значит, надо мириться. В ноябре прошлого года над сирийско-турецкой границей истребителем ВВС Турции был сбит российский Су-24. Оба пилота катапультировались, но одного из них расстреляли боевики, когда он спускался на парашюте. Анкара заявила, самолет нарушил государственную границу. Москва утверждала, бомбардировщик ее не пересекал. Это происшествие могли бы назвать трагической случайностью, но стороны первым делом стали обвинять друг друга. Гнев Москвы был сильнее, ведь это Россия понесла боевые потери. Владимир Путин назвал инцидент ударом в спину, а потом уже не останавливался. Обвинил турецкое руководство в экономических связях с ИГИЛ. Ведь там создан бизнес, контрабанда в огромных промышленных масштабах. Прямым текстом оскорбил президента и его окружение под аплодисменты зала. Видимо, Аллах решил наказать правящую клику в Турции, лишив ее разума и рассудка. А затем еще и пригрозил весьма туманно, но как-то недобро. Но если кто-то думает, что совершив подлое военное преступление, убийство наших людей, они отделываются помидорами или какими-то ограничениями в строительных и других отраслях, то они глубоко заблуждаются. Санкции последовали почти сразу. Правда, как это нередко бывает, непонятно было по кому они ударят сильнее. Российским туристам запретили выезд в Турцию, перекрыв самое популярное и самое бюджетное направление для отдыха. Объяснили это причинами безопасности. Турецким овощам, в свою очередь, запретили въезд в Россию. Россельхознадзор очень вовремя обнаружил, что они заражены некими карантинными объектами. Турция просто не способна защитить со своей стороны нас. Поэтому мы защищаемся сами. Все это время российские СМИ успешно создавали из Турции образ врага. И пока турецкий президент говорил, что готов к нормализации отношений, Кремль, а за ним, похоже, вся Россия, ждала официальных извинений. Но даже когда Эрдоган, наконец, извинился, многие в стране продолжали считать этого мало. А как быть с тем, что мы, наши ведомства, официально заявляли и доказывали достаточно обоснованно о поставках нефти исламского государства через Турцию? А как быть о том, что через этот канал, через СМИ Эрдоган, нашли антиквариат? А как быть с тем, что мы много раз заявляли, что именно из Турции, опять не без оснований, идут вооружения, боеприпасы и личный состав помощи террористическим группировкам, которые воюют против наших союзников? Как с этим выйдет? Это тоже надо простить? Но Кремлю, кажется, извинений оказалось достаточно. Письмо Эрдогана опубликовали в понедельник. В среду уже был телефонный разговор между президентами России и Турции. Тогда же стало известно, страны возобновляют двустороннее сотрудничество. Это не значит, что мы забыли, и это не значит, что мы теперь Турции всё позволим. Нет, будет настоящий диалог, который даст возможность нашим и туристам, во всяком случае, отдыхать там, где они посчитают нужным. Ну и я уверен, что теперь и Турция изменит своё отношение к России. А было ли извинения? На неделе россияне стали учить турецкий. Официальный перевод письма Эрдогана на сайте Кремля сомнений не вызывал. Но турецкая сторона, в том числе крупнейшее информагентство Анадалу, утверждала, извинений не было. Были просто сожаления и соболезнования семье пилота. Впрочем, интереснее другое. Турции угрожали, что она не отделается помидорами, а она отделалась извинениями. И вот уже те самые помидоры с жучками снова готовы признать безвредными и впустить в Россию. А туристы смогут выехать в Турцию. Направление, которое полгода назад признали опасным, снова открывают. Причём через несколько дней после теракта в Стамбуле. Казалось бы, нелепо, но в России это предпочитают не замечать. В каких-то независимых странах могут спросить, как же так, полгода назад ты говорил одно, сейчас говорил другое. У нас этот вопрос никто не спросит. У нас это уже не принято. Путин, поскольку он полностью контролирует информационное пространство, уверен, что он в любом случае сохранит победное выражение на лице. И так оно и есть. Сейчас все средства массовой информации говорят о том, какой это мудрый, дальновидный, миролюбивый геостратегический шаг Владимира Путина. Хотя всего полгода назад те же средства массовой информации говорили, не забудем, не простим. Эксперты уверены, причина старой новой дружбы на поверхности и в России, и в Турции поняли, что худой мир лучше и, главное, выгоднее ссоры. Туристы уже начинают обзванивать агентства. Дешевый летний отдых еще возможен. И только российские производители овощей, вложившиеся в пресловутое импортозамещение, могут потерять рынок и деньги. Но про это вряд ли расскажут. Москва и Анкара снова дружат. После того, что было сказано, это казалось нереальным. Но кто старое помянет, тот не политик. Николай Страбахин, Дмитрий Гусев, Ортегай, Москва.